Начнем с успеха россиян в первой игре чемпионата мира. Самое интересное и сложное, естественно, впереди, но головокружительная победа России пока не отпускает и вселяет надежды на дальнейшие успехи нашей сборной. Красивые голы и убедительный счет 5-0. Пока ожидания вполне оправданы в едином порыве. С нами ликовали и фанаты из других стран. На одной волне с люберецкими болельщиками была наш корреспондент Анна Троян. Легендарную песню «Катюша» в этот день пели все россияне. Большую победу нашей сборной отмечали всем миром. Эпицентр обликования футбольных болельщиков стало сердце столицы. Но буквально за пару часов до окончания матча никто не мог даже подумать, что сборную России ждет такой успех. Для тех, кто так и не сумел приобрести драгоценные билеты на матч, люберецкие бары, пабы и рестораны организовали масштабные трансляции. Россия! Вперед! Футбол в этот день объединил жителей разных интересов и возрастов. За ходом игры с волнением следили и совсем юные люберчане, и те, кто за свою жизнь увидели не одну сотню матчей. С детства в России футбол играют все, так же, как и в Бразилии. Только результатов достигают не все, а лучших, лучших мы сегодня видим на экране. Я мечтал быть среди них. Имею большую надежду, что ребята нас порадуют. То, что они выйдут все-таки из группы благодаря своей игре и благодаря подготовке, и благодаря тому, что страна им сейчас дала для проведения этого чемпионата. Желающих посмотреть церемонию открытия чемпионата оказалось слишком много. Во всех заведениях столики были забронированы за пару недель. Тем более, для любителей футбола почти везде теперь действует специальное меню. У нас представлен один большой монитор сзади меня и три телевизора, на которых тоже можно прекрасно посмотреть чемпионат мира. Люберчане приходят все в хорошем настроении, в отличном. Даже те, кто не попал на матч, все равно любят и болеют футбол. Ура, Россия! Даже в маленьких семейных заведениях Люберец царила не на шутку спортивная атмосфера. В одном из баров наша съемочная группа встретила местную любительскую футбольную команду «Кировец». В принципе, сам чемпионат мира – это любой матч, как праздник и торжество. И мы ежедневно ждем любых желающих. Приходите заранее, бронируйте. Мы всем рады. Уже в первом тайме сборная России забила два мяча в ворота Саудовской Аравии. Болельщики тем временем думали, что на этом все закончится. Но второй тайм заставил поверить, что невозможное возможно. Козинский, Черышев, Дзюба, Головин – эти фамилии войдут в историю футбола. А небывалый для мировых матчей счет 5-0 вспомнит еще не одно наше поколение. Ура! Победа! Мы ее ждали всей страной. В первом туре группового этапа Россия стала сильнее. Ну а теперь ждем следующую игру нашей сборной. Она состоится 19 июня. Анна Трояна, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok